Это Центр новостей. О главных событиях этого дня вам расскажут корреспонденты информационной службы Астрахань-24 в студии Марина Чернышева. Здравствуйте. Судоверфи региона обеспечат заказами. Об этом заявил глава региона во время посещения Астраханского судостроительного производственного объединения. Игорь Бабушкин встретился с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым. Стороны обсудили перспективы развития отрасли, а также встретились с сотрудниками предприятия и ответили на вопросы по заработной плате и улучшениям условий труда. На предприятиях Астраханской области производится оборудование для ледово-стойкой платформы и дно углубительных земснарядов. В регионе создан Южный Центр судостроения. Сегодня сформированный, созданный Южный Центр судостроения, который обеспечен заказами. Мы смотрим с перспективой на будущее относительно трудоустройства наших жителей, относительно благополучия их семей. Поэтому для нас это имеет определенные социальные значения. В прошлом году мы с вами стали свидетелями размещения заказов по производству земснарядов. Для нас это тоже очень важный продукт, который производится на наших предприятиях. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации рассказал о планах по модернизации судостроительного производства. Игорь Бабушкин и Алексей Рахманов обсудили развитие круизного сообщения между прикаспийскими государствами. Этому способствует меморандум о сотрудничестве с Туркменистаном по судостроению, который подписан был в декабре прошлого года. На судостроительном заводе «Лотос» возводят пассажирский круизный лайнер «Петр Великий». Судно спустили на воду для достройки и внутренней отделки помещений. Здесь мы видим огромный потенциал, который поможет Астрахани не только стать центром, скажем, логистическим, о чем много раз говорили, и, собственно, большие инвестиции по поля в этом смысле являются хорошим предвестником этих событий, но и с точки зрения туризма. Я абсолютно убежден, что, надеюсь, достроенный в этом году пассажирский круизный лайнер хорошо покажет себя в традиционно зимние месяца. Жители Ахтубинского района жалуются на региональный фонд капитального ремонта. По их мнению, им выставляют необоснованные счета за капремонт. С этим вопросом они уже обращались к главе региона во время личной встречи. Тогда Игорь Бабушкин пообещал, что в район прибудут представители фонда. Сказано, сделано. С понедельника с рабочей поездкой в районе находится Александр Раров, руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Астраханской области. Он провел приемы граждан в населенных пунктах. Сегодня в его расписании конечная точка. Из города Ахтубинска на прямую связь со студией выходит Александр Раров. Добрый вечер, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже провели приемы граждан в Знаменске, Нижнем и Верхнем Баскунчаке. Сегодня в Ахтубинске. С какими вопросами к вам обратились жители района и какие уже удалось решить на месте? Да, действительно, по поручению губернатора Астраханской области мы отправились в поездку, в командировку для личного взаимодействия с жителями отдаленных наших районов. Вопросы говорится о задолженности. Вопросы жители задают, когда и капитальный ремонт будет у них произведен, как перенести сроки, как перейти на спецсчет, уйти со спецсчета. В общей сложности где-то 800 граждан было принято, была произведена сверка. Это вместе со Знаменском, Нижним Баскунчаком, Верхним Баскунчаком. То есть такая работа производится. Скажите, с чем связаны такие сбои в начислении платы за капремонт? И куда обращаться владельцам квартир, если они не согласны с цифрами в платежках? Обращаться можно в фонд капитального ремонта. У нас создан абонентский отдел, где проводится бежа недельного режима, пять дней в неделю, сверка платежей и учет. Выдаются справки. Если жители не согласны с существующими долгами, они могут обратиться в суд, согласно жилищного кодекса. Какие планы по программе капремонта многоквартирных домов в Ахтубинском районе на этот год? Сколько домов запланировано отремонтировать? По Ахтубинскому району в планах фонда стоит 60 МКД, 250 видов работ. То есть это на один дом 2-3 вида работ. То есть аукцион прошел, подрядчик определен, в настоящее время выполняются работы. Мы сегодня посетили с администрацией, посмотрели за ходом выполнения работ. Приходили жители, у кого уже произведен ремонт, выражали благодарность за качество и оперативность. Охотно ли астраханцы платят за капремонт? Если смотреть по другим регионам, то как выглядит Астраханская область на их фоне? Астраханская область находится в середине, скажем так. Но совместно с министерством ЖКХ, фондом, мы проводим процедуру, претензионно-исковую работу. И поднялись с 80%, а удалось нам по окончанию года достичь результата в 92%. Это собираемость за капитальный ремонт. Вот вы сказали, астраханцы задолжали за капремонт почти 800 миллионов рублей. Сколько можно было бы отремонтировать многоквартирных домов на эту сумму? Данная сумма дебиторской задолженности равняется годовому плану выполнения работы. Это около 250 МКД, 800 видов работ. Вот такие результаты. Спасибо, Александр Сергеевич. На прямой связи со студией был руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Астраханской области Александр Раров. Астраханская область планирует снизить долю финансирования строительства Каспийского кластера. Если проект включат в комплексный план модернизации инфраструктуры России, то доля региона составит 3%. Об этом сообщил глава ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин на заседании правительства региона. Подробнее о проекте расскажем в следующем материале. 300 миллионов человек. Так оценивают эксперты потенциальный рынок Каспийского портового кластера. Он должен стать важным портовым хабом транспортного коридора Север-Юг. О ходе работ по строительству инфраструктуры особой портовой зоны на заседании правительства отчитался руководитель ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин. Строительство объекта будет вестись в две очереди. Работы по обновлению 8 и 9 причалов ориентировочно завершат в 2022-2023 году. Вторая очередь – строительство основного порта на Эльмине Замурунный. Сейчас планируют провести дно углубительной работы. Есть предварительные договоренности с немецкими компаниями. Мы рассчитываем, как только получится с визами, они прибудут в Астраханскую область, доложат. И уже здесь будет подписано соглашение о начале совместной работы с крупными немецкими инвесторами и ПЛК «Каспий» о совместной работе по реализации проекта на территории спортовой особоэкономической зоны. Общая сумма инвестиций потенциальных резидентов и инфраструктурных инвесторов – более 25 миллиардов рублей. Параллельно ведут разработку тестовой контейнерной линии. Первое судно, которое пришло, в данном случае из Туркмении, мы как раз перевезли это первое судно. Там было порядка более 80 контейнеров. И дальше планируем увеличивать работу в этом направлении. Нам важно, чтобы к моменту запуска в конце 2023 года 8-9 причала все эти грузовые потоки уже имели какой-то регулярный характер. На базе Каспийского кластера появится около 1300 рабочих мест. В первую очередь это строители, которые будут вести возведение объекта. В 2022 году, когда начнут закупать портовую технику, краны и погрузчики, потребуются уже профильные специалисты. Необходимо сегодня уже спланировать и реализовывать программу по созданию инфраструктуры и условий для привлечения туда специалистов. И строителей в том числе не уверен, что такое количество в Лиманском районе мы сможем сразу же в 2021 году привлечь. Сейчас прорабатывается вопрос о снижении финансового участия Астраханской области в проекте. Доля региона в финансировании составит 3%, при условии, если проект включен в комплексный план модернизации инфраструктуры России. Мы рассчитываем на то, что Министерством транспорта в ближайшее время на рассмотрение специальной комиссии будет вынесен этот проект. В случае положительного решения, соответственно, на это решение можно будет опираться. Проект будет включен в КПМИ и Астраханская область снизит, соответственно, затраты свои и будет в размере 3%. Предусмотрение предусмотрено, что на весь проект выделяется порядка более 10 миллиардов рублей федеральный бюджет и около 105 миллионов на все годы из астраханского бюджета. На заседании правительства обсудили итоги деятельности Фонда обязательного медицинского страхования. Из него в том числе формируется бюджет регионального Минздрава. В 2020 году он составил 28 миллиардов рублей. Доли средств ОМС – 42%. Основные расходы – фонд оплаты труда на лекарства и медицинские расходные материалы питания. Астраханский Минздрав провел анализ системы расходов, чтобы определить основные направления работы. Исходя из структуры заболеваемости жителей нашего региона, по тем нозологиям, которые вносят существенный вклад в структуру смертности населения нашего региона. Я имею в виду такие профили, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травмы, отравления. Впрочем, к работе Минздрава нашлись и вопросы. Практически на одну койку полтора-два человека. По выше планового задания получается на полтора-два раза. Как это вообще в принципе возможно? Это связано прежде всего с тем, что койки по таким направлениям, как педиатрия, онкология, они вследствие ковидной инфекции были закрыты. В результате пришлось, по сути дела, снижать длительность госпитализации и оборачиваемость койки. Это и привело к тому, что в структуре занятости койки произошел такой перекос. При этом очень существенно не дорабатывали койки по другим направлениям. А также вследствие того, что из-за ковидной инфекции ряд наших медицинских учреждений, по сути дела, прекратили плановый прием, плановое оказание медицинской помощи. Игорь Бабушкин поручил счетной палате оценить динамику кредиторской задолженности Минздрава региона. Ориентировочные сроки проверки 2-3 месяца. Наталья Фомина, Руслан Асанов, Центр новостей. В регион поступила новая партия вакцины «Спутник Ви» в количестве 7 тысяч доз. Сегодня в Астраханской области от ковид-19 привилось около 20 тысяч астраханцев. Из них два укола двухкомпонентным препаратом получили почти 7 тысяч человек. Выездные прививочные бригады работают на территории всей Астраханской области. В эту субботу, 20 февраля, в Астрахани можно сделать прививку от коронавируса в торговом центре на площади Вокзальной. Пункт вакцинации будет работать без выходных. Также записаться на прививку можно через портал госуслуг и в лечебном учреждении, проводящем иммунизацию. Родители могут оформить льготное место для ребенка в детском саду до 31 марта. Родителям, которые хотят оформить льготное место, необходимо подать документы в администрацию города. Те, кто не принес пакет документов в срок, будет зачислен в сад на общих основаниях. Для зачисления в дошкольные учреждения необходимо принести заявление в свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистрации по месту жительства. Все документы можно принести лично в городское управление образования на улице Никольская, 1 или отправить на официальную почту службы. Подвиги, которые не должны быть забыты. Сегодня в библиотеке имени Крупской состоялся исторический лекторий. В преддверии Дня защитника Отечества вспомнили подвиги советских и российских солдат. Спикер лекции, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» контр-адмирал Эдуард Захарьяш. Участники проекта помогают организовывать патриотические акции на территории региона. Так, Астраханская область дважды принимала участие в диктанте победы. В 2019-м его написали более 500 жителей области. В 2020-м их число возросло до 4000. Сейчас идет работа над новым проектом. Сейчас проводится серьезнейшая акция, которую мы осуществляем. Это мы подбираем всех героев России, которые имели отношение к Астраханской области или являются астраханцами. Таких 18 человек. Мы собрали все биографии, мы собрали, сейчас редактируем, собрали портреты и так далее. И выпустим листовки на них, такие плакаты, и раздадим во все учебные заведения. В рамках исторического лектория вспомнили подвиги дважды героя Советского Союза Николая Скомарухова, летчика-истребителя Великой Отечественной войны. В издание вошли архивные материалы, публикации, воспоминания и письма сослуживцев, редкие фотографии из семейного архива. Книгу, посвященную памяти Николая Скомарухова, автор передала в летную войсковую часть. Книгу написала заслуженный работник культуры России Нина Куликова. Над книгой она работала вместе с дочерью, летчика Светланой Скомаруховой. Она в Москве, я в Астрахани. Мы каждое слово, ну не слово может быть, а каждый вариант и каждое предложение согласовывали. То есть шла переписка в течение полугода туда и сюда, электронная, конечно, переписка. В Астрахань вернулось Средневековье. Переместиться на несколько веков назад можно в центре молодежного реконструкторского движения. Викинги, золотордынцы, европейские рыцари 13-15 веков – все под одной крышей. Наталья Фомина узнала, чем сегодня живут рыцари без страха и упрёка. Поехали, бой! Техничнее! Техничнее работаем! Чтобы добиться такого рыцарского мастерства, нужно тренироваться не один месяц. Новички начинают со специальных упражнений. Вот пятнашки. Задача – наступить на ногу противнику и не попасться самому. Простое, на первый взгляд, упражнение позволяет отточить координацию и ловкость. Поначалу просто те, кто пришли, первые, они просто вот скачут так, прокачивают дыхалку. Из множества таких элементов и складывается искусство рукопашного боя. Когда они отработаны, можно переходить к рыцарской борьбе. Сначала без доспехов, иначе есть риск травмироваться. Павшим считается боец, которого появилась третья точка опоры. Это может быть рука, плечо, колено, значит, кромка щита. Рыцарская романтика привлекает не только мужчин. На ринг в реконструкторском клубе выходят настоящие валькирии. Это мое первое оружие. Это фальшион с шипом. Преимущество его в том, что в основном нужно бить вот этой ударной частью. И, скажем так, урон от оружия довольно-таки весомый. Для этого необходима хорошая спортивная подготовка. Увлечение рыцарскими боями может легко заменить спортзал. Наши занятия довольно-таки интенсивные. То есть можно привести себя в хорошую физическую форму. За этот год я сбросила довольно 6 килограмм. После того, как элементы отточены, можно выходить на ринг в доспехах. И снова безопасность превыше всего. Она называется тямбара. Это, собственно говоря, чехол. Под чехлом слой утеплителя. Несколько слоев утеплителя для труб мягкого. И, собственно, вот эта сама пластиковая труба. Безопасность – одна из причин. Использование тямбары позволит сэкономить время. Для битвы на мечах предстает облачиться в полный доспех. А это занимает массу времени. Даже опытные бойцы, вот даже топовые бойцы по России работают сейчас с тямбарами. Тямбары не позволяют нанести урон не только человеку, но и доспеху из порт-инвентарю. Щит побывал в турнире в стальном. Соответственно, вот когда человек выходит в турнир, его бьют стальным мечом, он принимает удар. Ну, конечно, лучше принимать удар на плоскость щита, но не всегда это получается. Вот краешек щита уничтожен. Часть доспехов ребята заказывают у мастеров. Часть изготавливают сами. Ярослав Кузнец начинал с простых элементов экипировки. Например, металлических щитов. Постепенно освоил и цельнометаллический доспех. Они защищали ноги всадникам средневековья. И в адаптированном виде, так или иначе, их можно использовать у нас в боях. И это один из самых защищенных вариантов. Защищает практически 80% ноги. Единственная вот, ну, часть не закрытая. Со всех сторон полностью сгибается. Полная подвижность. Фиксируется на ноге. Никуда не уходит. Позволяет принимать на себя очень тяжелые удары. То есть, вот такими топорами. Сейчас ассоциация существует только на средства участников. Они за свой счет покупают инвентарь. Арендуют помещение, платят по коммунальным счетам. Все, что здесь фактически создано, это создано за средства, силы и время участников. Что этот центр один из лучших на юге России. Вот. Ну, наверное, у нас был бы не один такой центр. Или он был бы еще лучше. Он был бы лучшим не только по югу России, но и, может быть, по всей России, если бы какая-то поддержка была бы. Опыт сотрудничества между реконструкторами и правительством региона есть. Например, из соседней Калмыкии. Исторические фестивали привлекают туристов. А для молодежи это не скучный способ узнать историю. К примеру, вот в Калмыкии у меня есть друзья. Там на местном уровне и на уровне республики это очень хорошо все поддерживается. И если вот мы к такому центру реконструкции шли почти 10 лет, то в Калмыкии в листе движение появилось в 2017 году. Ну, было заявлено, что оно появилось. А сейчас у них два подобных центра. Впрочем, пока поддержка реконструкторов целиком инициатива регионов. На уровне государства таких программ пока нет. Хотя эксперты не раз отмечали, в фестивале реконструкторов помогают развивать событийный туризм. Наталья Фомина, Ильдар Морозов, Центр новостей. Премьера состоялась. Закрытая презентация сериала «Мастер» прошла в Москве. Сегодня премьера на онлайн-платформе, а завтра создатели и актеры сериала приедут в Астрахань. Большая часть съемок проходила в нашем регионе. О том, чего ждать от презентации и самой премьеры, говорим сегодня с исполнителем одной из ролей в сериале Никитой Павленко. Никита, добрый вечер. Добрый вечер. Поздравляю вас с премьерой. Завтра ожидаем в Астрахани. Конечно, будет много воспоминаний о том, как проходили съемки сериала. Что вспоминается в первую очередь? Ой, вы знаете, в первую очередь, так сказать, я вообще человек в таких кавычках недалекий, так скажем, от Астрахани. Я родился в Волгограде. Но, соответственно, я привыкший к нашим таким очень жарким погодным условиям. Наверное, это было самое сложное для съемочной группы. В остальном все с огромным удовольствием и в родных краях побывать, вы знаете, это самое лучшее, что может быть снимать про то, что дико интересно и про то, что дико сильно, особенно находясь в таких наших родных местах. Сложно ли было вживаться в образ героя Наиля? Общались ли вы с профессиональными гонщиками перед съемками? Разумеется. Естественно, у каждого был непосредственно свой консультант, у каждого пилота, у каждого актера, кто исполнял роль пилота. У меня таким был чемпион Андрей Каргинов, у других ребят был Антон Шибалов, у кого-то был чемпион нынешнего Дакара Дмитрий Сотников. С ребятами, благодаря ребятам, получилось все достаточно легко и ничего сложного, а только даже интересный, и этот, так скажем, зараженный интерес до сих пор не гаснет. Никита, на съемочной площадке были ли у вас дублеры, или вы все трюки вождения выполняли самостоятельно? У нас были дублеры, естественно, дублировали сами гонки на КамАЗах непосредственно пилоты команды. А такое, что исполняли мы сами, это касалось только картингов. Сами мы, естественно, не сидели за рулем КамАЗа. Съемки проходили в разных городах. Вы были задействованы в съемках и в Астраханской области. Как вы выстояли испытания жарой в Астраханской степи? Как уже ранее сказал, вы знаете, я человек привыкший, поэтому я это выдерживал только с удовольствием. Другие люди все-таки переживали уже более как-то сложнее эти все моменты. Но вы знаете, когда действительно очень заражен процессом, погодные условия не важны. Кому рекомендуете обязательно смотреть сериал «Мастер»? Вы знаете, рекомендую абсолютно всем, без каких-то категорий и каких-то лишних отборов или еще чего-то. Мне кажется, это будет интересно всем, потому что КамАЗ – это про сильных людей и про что-то действительно настоящее, что события люди представляют. Поэтому про настоящее всегда интересно всем смотреть, так что, я думаю, никто не останется равнодушным. Поэтому призываю всех, всех-всех смотреть уже сегодня, с 18 февраля на платформе ТНТ «Премьер» сериал «КамАЗ Мастер». Спасибо, Никита. Желаем вам интересных и многогранных ролей в кино. Столбы света повисли над Астраханью этой ночью. Астраханцы сфотографировали необычное явление в небе над городом. Минувшую ночь 17 на 18 февраля в регион пришли не только зимние заморозки до минус 15, но и настоящее северное сияние. Над ночным астраханским небом невооруженным глазом можно было наблюдать вертикальные полосы небесного свечения. Это атмосферное явление называют световыми столбами. По словам ученых, такое явление образуется, когда свет от небесных тел или от наземных источников, например, фонарей, отражается на ледяных кристаллах, рассеянных в воздухе. Морозная погода и снег к этому располагают. Следите за новостями на сайте Астрахань24. Там же доступны записи наших программ. Присылайте ваши видео и темы для репортажей в мессенджерах. Номер вы видите на экране. На этом у меня все. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин